Добро пожаловать на просмотр видео. С вами Данич, на ваших экранах БАЗ-Симулятор Индонезии. И так скажем, с участием модов. Во-первых, сразу же отвечу на те вопросы, которые будут в комментах, по типу, где взять такой мод, как скачать. Что ж, отвечаю на первый вопрос. Где взять данный мод? Его можно скачать по ссылке в описании. Я оставлю прямую ссылку на мод, вот на этот грузовик с машиной. Вы можете просто перейти по ссылке и скачать мод. Также я оставлю ссылку на группу, где есть все эти моды, включая этот. Вы-то можете найти для себя что-то новое, скачать этот грузовик, что-то другое. В общем, там очень-очень много модов, там уже на ваш вкус, так скажем. Что ж, ну и второй вопрос. Как скачать этот мод на БАЗ-Симулятор Индонезии? Что ж, тут два варианта. Первый, вы можете посмотреть гайды в Ютубе. Там их очень много. Ну и второй вариант, посмотреть именно мой гайд. Вот подсказка на видос. Я когда-то эту тему снимал. Ну и еще одна тема, которую я хотел бы обсудить. Это то, что я решил вернуть на канал БАЗ-Симулятор Индонезию. И, в принципе, РПшки. Собственно, вот сейчас видео будет касаемо РП. РП ситуации, как вы уже поняли, по описанию и превьюшке. Вот. Также в видео там не переключайтесь, не перематывайте. Это не какой-то там байт, чтобы вы мне часы просмотра на канале увеличили. А там будут рассказаны очень интересные темы. За эти полгода очень много чего произошло. Чуть позже расскажу историю даже о том, что я хотел вообще забрасывать Ютуб. Что ж, ну а сейчас давайте расскажу вам предысторию. Сегодня нам предстоит на этом грузовике... Про грузовик мы чуть попозже поговорим. На этом грузовике предстоит перевести из пункта А в пункт Б, так скажем, вот такой суперкар. Nissan GTR в такой заряженной комплектации. То есть это не стоковая модель. Ну а теперь давайте обратим внимание на наш грузовик. Вы посмотрите. Это трехосный Volvo. Ну, точнее, сзади три оси в общей сложности. Четырехосный Volvo. То есть мы можем понять, что он был кустарно где-то сделан. Вот эта рама, точнее, была кустарно сделана для каких-то негабаритных перевозок. У нас стоит два бака с одной стороны. И так понимаю... А, нет. Тут только один бак. То есть три бака на Volvo. И посмотрите на сам Volvo. Он весь просто, скажем, по старинке прокачанный. Вот здесь всякие фары дополнительные. Тоже наклейки, аэрографии, вембрикены, висюльки всякие. И вот с первого раза, когда на него смотришь, не хочется сказать, что это колхоз. Вот у меня язык не повернется назвать это колхозом. На самом деле довольно прикольно это дело выглядит. Здесь у нас подсветка какая-то идет. Это, возможно, лишнее. Возможно, нет. Поэтому у нас вообще сегодня фулл комплект. Необычная машина. Необычный грузовик. Серия обещает быть интересной. Что ж, мы сейчас, как видите, загружаем этот геттер на кузов. И едем уже в пункт B. Что ж, садимся в грузовик. И в путь. Смотрите, когда мы закрываем дверь, у нас параллельно открывается ноутбук. Вот, все, загрузился наш геттер на платформу. И мы можем его ввести. Правда, я нигде не вижу страховки. Но я надеюсь, он у нас по пути нигде не выпадет. Что ж, все, садимся в грузовик. Так, снимаемся с ручника. Заводимся. И поехали. Так, у нас навигатор на ноутбуке. Все замечательно. Посмотрите, какой у него салон, конечно. Это вообще, обалдеть, разные наклеечки. Ну, конечно, детализация, мода на телефон просто восхищает. К тому же она нисколько не нагружает телефон. У меня сколько было FPS, столько и есть. Все очень хорошо оптимизировано. Так, вот тут такая темка. Нужно сейчас будет аккуратно проехать. Оп, ну, вроде, да, вроде влезли. Все хорошо. Можем ехать. Надеюсь, по пути никаких казусов не будет. Можем убрать худ, чтобы он нам не мешался и спокойно ехать. Ехать нам, кстати, недалеко. Там меньше 100 километров. Даже где-то 50 у нас получится, я думаю. Все, выезжаем. Тихонечко. Такой контрольно-пропускной пункт. И все, педальку в пол и погнали. Ну, хотя гнать с таким грузом я бы не очень хотел на самом деле. Понятно, хочется груз побыстрее сдать. Но тут нужно быть аккуратным. Потому что если мы разобьем хоть этот же Volvo и этот же GTR, тут, конечно, будут очень большие затраты. Что ж, давайте начинаю рассказывать историю, которую я обещал. Почему я хотел вообще забрасывать канал. Полгода назад я заканчивал первый курс. У нас было очень много всяких сессий. У нас было несколько проектов. И понятно, чтобы все это делать, нужно очень и очень много времени. Включим дворники. У нас тут дождь пошел. Мне пришлось тратить очень много времени на учебу. У меня просто не было времени снимать видосы, что-то выкладывать. Да, у меня были выходные. Но да, у меня там были свободные минутки. Но я очень хотел отдохнуть. Вот, первая причина была вот такая вот весомая. Это нехватка времени, учеба. Тут вообще не до Ютуба было. И еще плюсом там какие-то долги были. И сессии. В общем, я думаю, кто учится в колледже, меня поймут. Или там колледж, институт. Поэтому я очень мало снимал весной. И плюсом ко всему появляются санкции. Выключают монетизацию. Да, многие писали то, что вот, перестал снимать из-за того, что монетизации нет. Там денег хочет. Ради денег только и снимал. Но вы меня тоже поймите. Работать за бесплатно не очень приятно на самом деле. Это раньше я мог видос, ну, минут за 20 снять. И минут за 20 смонтировать и выложить. Сейчас я такого сделать не могу. Я трачу на видос где-то часа по полтора, по два. Но это еще смотря какой видос. Иногда я могу полгня просто сидеть, монтировать, снимать, искать информацию и так далее. И когда эта тема не залетает, и плюсом это не оплачивается. Это, знаете, очень обидно на самом деле. Ты старался, а по сути вообще ничего абсолютно с этого не получил. То есть первые причины были очень весомые. Это отключение монетизации и нехватка времени. Что ж, это, так скажем, натолкнуло меня уже на мысль. То, что, возможно, с Ютубом придется на какое-то время распрощаться. И я как бы с этой мыслью смирился. Такое подумал, возьму творческий отпуск, что-то типа того. Но полностью уйти у меня не получилось. Я не снимал месяц. Потом я начал где-то снимать видосы. И выкладывать их. Но их было очень-очень мало. За месяц я потерял актив на канале. И мотивации вообще не стало. То есть я уже снимал видосы чуть ли не через силу. А это уже очень плохо. То, что любимое дело перестало тебе приносить удовольствие, доход. Ну, это уже, понимаете, так себе. Я решил уже с Ютубом чуть ли не прощаться. И вообще забрасывать канал. Но потом я посмотрел видосы своих старых друзей. Которых, когда я только развивался, они мне многие писали, что Вот, Даня, благодаря тебе я начал снимать. И ты меня мотивировал на съемку, на то, что мне надо лежать на диване, нужно что-то делать. Вот, я посмотрел видосы этих людей, которые мне писали. И я заметил, как они с тех времен очень хорошо развились. Как они снимали, как они душевно снимали. И плюсом я с многими поговорил. И вот, на самом деле, благодаря им я решил снова возвращаться на Ютуб. Снова активно снимать видосы. Ну, я думаю, кто не постоянный зритель, этого и не заметили. То, что я уходил. Потому что какие-то видосы выходили. Там по три видоса в месяц добыли. Поэтому, прям конкретным уходом я бы это не назвал. А тут выложил пост. Посмотрел реакцию подписчиков. И все были очень рады, что я снова начал снимать. Это, на самом деле, очень хорошая мотивация была. Плюсом я сейчас актив чуть-чуть начал поднимать снова. Поэтому, будем, ребята, сейчас стараться подниматься. Снова возвращать актив и так далее. Рано или поздно этот момент должен был бы наступить. То, что я вот перегорел. Это в жизни любого Ютубера бывало. То, что кто-то перегорал. Возможно, еще раз перегорю. Но когда это будет неизвестно. Пока у меня очень много сил. И у меня есть желание снимать. И это дело мне снова доставляет удовольствие. Это самое главное, на самом деле. Что вы думаете по поводу этого? Пишите в комментариях. Я не говорю, что я прав. Возможно, я вообще ни в чем не прав. Но, так скажем, имею на это право. Быть неправым, как бы это банально не звучало. Что у вас произошло нового? Тоже напишите в комментариях. Будет приятно послушать. За эти полгода очень много чего изменилось. Кстати, ребята, вот мы уже приехали на местное назначение. Мы ехали на самом-то деле не так уж и много. Вот, нам сейчас нужно завернуть на эту мастерскую. И там уже разгрузиться. Разгрузить наш груз. Здесь песчаная дорога. Еще дождь идет. Но я надеюсь, мы не увязнем здесь. Потому что это будет очень неприятно. Все, мы приехали. Сейчас нужно сюда заехать задом. И выгрузить наш GTR. Получается, мы сейчас на песке вот тут развернемся. Тут тесновато, думаю, будет. Мы на песках развернемся. Думаю, не увязнем. Все вроде нормально довезли. В целости и сохранности никаких аварий не было. Ни GTR с кузова не слетел. Все хорошо. Давайте, кстати, посмотрим, что у нас есть в мастерской. Разные объекты стоят. Тут какие-то детали на покраску, видимо. От автобуса всякие, двери. Ну, разработчики очень заморочились. Хорошо, на самом деле. Мне прям вот эта тема с мастерской понравилась. Это у нас автобус бывший. Из него тут все достали уже. Распил. С Флодивостока какого-нибудь автобуса тут стоит. Что ж, ну давайте теперь мы свою машину будем сюда загонять. Так, сдаем назад. Сначала ручник надо с ручника сняться. И включаем аварийки. И потихонечку, помаленечку, будем сейчас мы парковаться. Постараюсь припарковаться от первого лица. Без помощи третьего лица, так скажем. Чтобы все прям по-честному было. О, дождь прошел. Можно дворники выключать. Так, ну все. Мы вроде развернулись. Сейчас нам главное назад сдать. Ровно. Все, поехали. Ой-ой-ой, как-то он стартанул резко. Тормоза. Ой, этот газ у него такой резкий был на самом деле. Так. Так. Вроде нормально. Проходим. Да. Все, все, заехали. Так. Надо ли еще назад сдавать. Ну да, я думаю еще сдадим немного назад. Чтобы прям. Все. Все, думаю этого хватит. Запарковались. Выключаем двигатель. И выходим. Все, мы привезли нас. Наш GTR. Выгрузили. Ну почти выгрузили. Сейчас его тут до выгружают. И все супер. Кстати, может быть придется нам чуть-чуть вперед отъезжать. Потому что здесь стоит погрузчик. Но его кстати тоже можно отогнать. Поэтому может места и хватит. Что ж, сегодня без приключений. Все обошлось. Никаких аварий. Никаких заносов. Все было хорошо. Вот, ребят. Такая вот рпшечка коротенькая получилась. Но я думаю вам зашел этот мод. На самом деле очень интересная местность. Очень интересные моды есть на эту игру. Встретимся в следующем видео. Или на стриме. Субтитры создавал DimaTorzok